К участию в конкурсе принимались смешные и просто милые фотографии питомцев. За победу были назначены призы. В качестве спонсора выступила ветеринарная клиника «Ветпомощь». Самого забавного питомца определили народным голосованием. Борьба шла до последней минуты. В результате третье место занимает кот Йорик, набравший 207 голосов. Мы очень рады, что вы заняли третье место в этом конкурсе. Мы назвали кота Йорика в честь медведя из фильма «Золотой компас». За первое место развернулась нешуточная борьба и снова схлестнулись коты. К счастью, лишь в виртуальной битве. Хоббит и Барсюша попеременно лидировали, но в итоге Хоббит уступил с небольшим перевесом всего в два голоса. С Барсюшей прям вот вообще боролись с ним. Мы уже не знали, как с ним бороться. Все, хотели первое, 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 но на два голоса нас обошли. Самыми забавными, как ни крути, вновь оказались котики, взяв три призовых места. Номер один – Милаш Барсюша. Первое место по итогам голосования занял кот Барсюша. Мы вас поздравляем с победой. Спасибо. Надеемся, что это будет непосредственно победа. В конкурсе участвовала супруга моя, потому что это ее инициатива была. Я просто поддерживал. В дополнительной номинации победила дружба. Лучшими оказались Тиша и Хома. Хомяк и кот – друзья навек. Спонсором конкурса выступила клиника Ветпомощь. Они помогают животным уже 16 лет. Известная клиника не так давно переехала. Сейчас они располагаются на улице Железнодорожной на 14-я в новом большом и удобном помещении. Мы уже смогли организовать хорошую хирургию, большую, операционную, со всем необходимым оборудованием. Малую операционную для гнойных операций, рентген-кабинет, УЗИ-кабинет. И повысить качество наших услуг, и расширить эти услуги. Берегите и любите своих питомцев, и не забывайте участвовать в конкурсах телекомпании «Искра ВКТ». Александр Иванов, Сергей Емельянов. Воскресенские вести.